Друзья, всем привет! Выбрались снова на рыбалку и за бобрами на глухое озеро. Проехали уже большую часть маршрута, примерно 13 километров осталось, вот полкилометрика. Остановился, чтобы в этом красивом лесу сделать несколько кадров. Ну все, выдвигаемся на озеро. По планам погородить вокруг хаток, капканчиков поставить и половить рыбки. Ну а потом через несколько дней приехать и капканы снять. Посмотрим, что попадется на этот раз. Осталась у меня всего одна лицензия, так что много и ставить не буду. Поставлю несколько штук и все, как попадется, больше и ловить не буду. Все, добрались до озера. Сейчас Олег возьмет шнек, попробует хотя бы толщину льда. То он тут местами промоенный. Непонятно, какой лед встал. Хотя температура градусов, наверное, минус 30 стояла, а тут дня 3-4. Должен лед нормальный стать. Сейчас минус 10 примерно, тепло сегодня. Бобляночки вон наши стоят. Так что сейчас пробуем толщину льда. Если все нормально, я прямо через озеро к нашим бобрам поеду. Вон они, наши хатки там вдалеке стоят. Здесь бобряки нас ждут. Посмотрим, которая хатка жила. Рядом с ней протоки и поставим капканы. Есть еще по планам, может быть, в озеро, где выход. Капкан, там у них стол есть, веток натаскали. Хочу между выходом из хатки и этим столом еще такой заборчик сделать. И попробовать туда капканчик поставить. Может, что и попадется. Ты просверли, тут глубина-то хорошая. Сантиметров 15, тогда я думаю, что можно поехать на вездеходе. Поеду я тогда пока до той хатки, доеду. Ты, Олег, пока тут тогда попробую полови, я по озеру прокатаюсь. Если провалюсь, так выскребимся потихонечку. А если не провалюсь, так значит, лед нормальный. И можно будет смело ходить по нему. Пробую доехать. Заснять хоть это рискованное мероприятие. Как без разведки ездить по льду на вездеходе. В надежде, что он плавающий не утонет, если провалимся. Вон они, наши бобры там ждут нас. Пока вроде все нормально едет. Это просто морозы были, снегу навалило и выдавило воду. Вот так вот, друзья, наша охота очень быстро превращается в рыбалку. Потому что прошел обе хатки бобра. Вот я сейчас стою на хатке. И отдушины-то нету. То есть, когда они живут в этой хатке, то есть такая, откуда воздух выходит теплый. И дырка такая, как с печной трубы. Теплый воздух оттуда идет, отдушина. А ее нет. Ни на одной хатке нет, ни на другой. Значит, получается, они зимой-то здесь и не живут совсем. Они, получается, на лето сюда приходят. Поэтому мы в прошлый раз тут ничего и не поймали. Одного только бобра. Он, скорее всего, один тут и оставался. Остальные все уже ушли. Вот такой капканчик просто. Вот. Значит, надо тут, получается, раньше ловить. Мы в конце октября. Надо, получается, в самом начале сезона, если тут ловить, куда-то ушли. Тут ручеек тек в непонятном направлении. Видимо, где-то там у них основное жилье, основная хата. Ладно, будем знать. В следующем, значит, году, в самом-самом начале сезона поедем здесь их ловить. А сейчас будем рыбачить. Вон Олег уже балансир достает. Могу без мотылку дать. А нету второго-то балансира. А идут. Давай, давай. Морозы хорошие стояли. Олег говорит, лед сантиметров 7, там на въезде чуть больше 10. А я вот походил вот здесь, хожу вот, мог даже нисколько, ни на сантиметр не промерз. Просто он мягкий и все. Болото, оно такое есть, оно дышит. Сейчас вот мы ехали везде, просто везде вода, где болото. Вот можно посмотреть на колеса. То есть они у нас полностью были под водой. И местами мы плыли. То есть, чтобы понимать, вот докуда у нас доходила вода. Вот. И мы порою даже просто плыли. Вот такая вот у нас вышла охота на бобра. Капкан из собой взял, оставить и не на кого. Свалили все бобры. Поэтому попробуем половить. В прошлом году мы тут немножко окуньков половили. Попробуем и сейчас. Что-то пока так у нас не клюет. Рассверлили он. Пяточек, наверное, лунок. Кроме балансиров ничего нет с собой. А, без мотылка есть. Я думаю, если удары будут, попробовать на безмотылку. Я на вездеходе проехал. Двойной лед ломается. А Олег, он ходит, его держит. Лед такой сантиметров, наверное, 10, может быть, 12. Не больше. Но, в принципе, нормальный для рыбалки лед. Жаль, бобров не оказалось. Мы будем пробовать хотя бы окушков немножко поймать. Капканы не пригодились. Такой ледок я иду. Второй лед. У меня вполне держит. Вездеход вот ехал, проваливается. Не держит. Не было пачков-то. Два метра так же? Не смелче. Лучше? Не хотели. Нормально. Это уже около двух. Будем пробовать. В прошлый раз, где вездеход оставил, как там лучше всех окунь и клевали. Наверное, десятка 3-4 поймали мы, да? Да, так мы здесь закончили. Эх, только хотел подойти, поснимать и Олег выловил. Чернявый какой. Тут у меня дернул. Я тащу Олег завистью, а я ветку вытащил. Пошел в лунку, рядом просверлил. Олег говорит, вроде дернуло. Тут, да, такие черныши есть. Уголек. Уголек ты. Вон, в лужу кидай. Ты куда-нибудь вслед. А, в лужу. Ну, вслед вон, кидай. Вот уже не зря. Мой пока улов. Вот он лежит. Вытащил вот эту ветку. Но тащил как настоящего. Да, да, да. У меня все-таки зависть. Зависть, да. У меня трещотка тащу. Блин, ветка. Ладно, попробуем еще половить. Слушай, я не думаю, что это так вот отдушины нет. Все равно было. Там дырочки были, которые я их трогаю. Но обычно тверда, а стенка у отдушины-то все равно замерзает. Живет-то, сквари на этом. Нифига. Не хочет? Да ладно. Буль, а жаба, жаба, ну-ка. Да, ну-ка, настоять все. Боже, да, боже. Создать живу конференцию. Малыш, ну-ка, без мотылочки-то мне. Жаба. Ой, малыш. Малыш. Нет, так жаба задушила. Хе-хе. Что там малыш? Чарли, чарли. Дал мне херовый балансир. Да, на лунку раз езжай, как раз драконик. Иди по праву, без мотылки, кстати, сюда. А, давай. Не ел, не ел. Я здесь дернусь, бля. Че, серьезно, что ли? Че ты так дергаешь, что ли? Я потихонечку дернул. Да? Ну, блядь, я проверил, сколько ты не перевязывал ее столько. Ты же проверил. Проверил. Ну-ка, сейчас попробую, как она. Она сгнивает у тебя уже? Давай что-нибудь потолще она вся сгнивает. Только да, по сути, у нас не навоюет. Я не понимаю. Хочешь немедленно. Нету ступок. Есть. Балансирный первый окунь. Как же, нету нижнего крючка-то. Смотри-ка, без нижнего крючка попался. Нет нижнего крючка, смотри. За дужку зацепился окунь. Как без нижнего крючка-то. Прикольно. Пробуем в коряжках. Без мотылка-то че, и хорошо в коряжках. Она... О, поклевочка была. Она мало зацепляется. Да, высоко поднимать приходится. О, опять поклевочка. Опа. Ух ты, смотри-ка. Горбачелло. Руку-то поднял вообще до плеча, если не выше. Так, ну-ка, сразу отсюда начать. А ты их, видимо, раздраконил в этом горизонте. Да-да-да. Опа. Ох, о, в лунке. Солик. Слушай, на, сейчас я замотаю, чтобы руку не так высоко. И вообще под самым льдом. Да-да-да, я говорю. Пока. Пока. Сколько тут глубина-то? Сантиметров 70, наверное. Да. Сантиметров 60-70. Поднимаю я над дном. Если полтора метра глубина-то, у меня всего тут 70 сантиметров лесочки. Бери безмотылку. Шлепает. Бери, говорю, безмотылку. Я хочу лунку рядом. А, лунку рядом. Это хорошо. Да что такое. Сноровку потратил, потерял уже. Давно не рыбачил. Есть. О! За глаз. За глаз, так на глаз надо. Да, крючочки слишком маленькие, на глаз не получится. Я на Онеге ловил, ну и на глаз. Стоянно, держал. Пугнул. Пугнул? Не знаю. Нет, пугнул. Дергнуло. Слушай, на безмотылку, а пустых много этих, как обычно, поклевок. Матчан. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...